Что нужно, чтобы купить квартиру? Для начала, даже не деньги, а желание. Оно должно быть четко сформулировано. Какую именно квартиру нужно купить? Для себя, своей семьи или для того, чтобы ее сдавать или даже продать в ближайшее время? Каждый из этих случаев требует отдельного набора характеристик, хотя во многом они совпадают. Ведь и квартира для жизни должна быть ликвидна. Возможно, ее потребуется продать, чтобы расшириться или переехать в другой район. Поэтому выбор квартиры в чем-то универсален. Знать нюансы требуется для определения цены. Добрый день, уважаемые друзья! Что нужно, чтобы купить квартиру? Ну, для начала нужно определиться, какую квартиру вы хотите купить. Давайте исходить из моей личной ситуации. Она очень показательная, и я думаю, что характерна для многих. Да ну! У меня есть трехкомнатная квартира в центре и сын, которому 30 лет, он программист. Нам нужно с ним разъехаться. То есть, квартира трехкомнатная в центре продается, и нужно купить две отдельные квартиры для меня и для сына. Для себя квартиру я уже приобрела. И вы видели, как я ее принимала. Это апартаменты в жилом комплексе «Граф Орлов» на Московском проспекте. Объект очень удачный, удачное месторасположение, очень качественная стройка. И главное, что апартаменты уже сданы. Сейчас там идет ремонт, и я надеюсь вам показать его результат. Теперь нам нужно приобрести квартиру для молодого человека, для моего сына. Ему 30 лет. Он, повторюсь, работает программистом немецкой компании, и очень хотел бы иметь отдельную квартиру на севере города. Итак. Технология выбора квартиры довольно проста. Сначала решаем, новостройка или вторичка. Выбираем новостройку, потому что на севере Петербурга вторичка в основном еще советская, что нас не устраивает. Не забудьте выставить закладку «Купить», иначе вам предложат съемные варианты. Далее определяемся с количеством комнат. Одному вполне подойдет студия или однокомнатная. Тем более, что студии сейчас бывают довольно большие. Выбираем район. В данном случае важен север, но не все локации. Поэтому лучше ориентироваться на станции метро рядом. Или просто очертить, сейчас это возможно, искомую область на карте. В итоге в нее попадают жилой комплекс «Лондон Парк» и жилой комплекс «Поэт». Оба они расположены недалеко от метро. До проспекта просвещения можно минут за 20 дойти. До гражданского проспекта минут за 15 доехать по выделенной трамвайной линии. Она соединяет обе станции, а находится прямо под окнами жилого комплекса «Лондон Парк». Рядом обжитой район, в основном советской застройки. Тихий, спокойный, зеленый. Много магазинов, кафе, ресторанов, школы и детские учреждения, сады и парки. В жилом комплексе «Лондон Парк» прямо на территории физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами, торгово-развлекательный комплекс и несколько паркингов. Оцениваем сроки сдачи. Первая очередь жилого комплекса «Лондон Парк» уже заселена, но там остались квартиры, которые для нас слишком большие. Поэтому смотрим на вторую очередь и жилой комплекс «Поэт». Поэт более современный, он начал строиться летом 2019 года, но его сдача намечена на конец этого года. Нам нужно раньше. И в этом случае выбор падает на вторую очередь жилого комплекса «Лондон Парк». Он будет сдан уже этим летом, что нас вполне устраивает. Квартиру, пожалуй, надо выбирать уже на сайте застройщика. Выставляем фильтры по нашим характеристикам, включая метраж и этажность. Преимущество «Лондон Парка» и в его высоте. Жильцам открываются прекрасные виды на район. Особенно хорошо, когда окна выходят на сосновку. Видно зеленое море тайги. Самого крупного городского лесопарка. По фильтрам на сайте застройщика выпал 51 тип квартир. Большинство из них квадратные с большими лоджиями. Есть несколько иной планировки, где окна выходят на разные стороны. Это тоже интересно, но надо смотреть на месте. Выбираем несколько вариантов, определяемся с ценой и бронируем через сайт. Если вам потребуется более подробная информация, например, узнать о скидках, о сроках, о каких-то, может быть, дополнительных бонусах, может быть, акциях и подарках, то нужно нажать на телефончик на сайте. Там всплывет окошко, в котором можно оставить свой телефон, и в течение ближайших пяти минут менеджер свяжется с вами и расскажет про все, ответит на все ваши вопросы. Наш заказ был быстро обработан. Перезвонили из отдела продаж, договорились на показ на объекте. Добрый день. Меня пригласили на просмотр квартиры. Менеджера зовут Максим Лиценберг. Можно его пригласить? Да, конечно. Здравствуйте. Меня зовут Максим. Я буду сопровождаться в подходильную площадку. Да, мы готовы. Все. Пойдем. Это лифтовой холл нашей секции. Здесь три скоростных лифта Otis. Соответственно, два грузопассажирских и один пассажирский. Из лифтового хола мы попадаем в межквартирный коридор. И обратите внимание, что здесь на этаже шесть квартир. То есть для трех лифтов 25 этажей, шесть квартир на этаже – это приятная комфортная нагрузка на лифты. Надежда, под ваши критерии мы подобрали несколько квартир. И я предлагаю рассмотреть дом, который выходит на улицу Руднева. Это малоэтажное строение, у которого первый и второй этаж занимает коммерческие помещения. Технический этаж разделяет коммерческие живые помещения. Соответственно, квартиры у нас начинаются с третьего по пятый этаж. И вход в живую часть у нас будет со стороны двора, дворности, работе на уровне третьего этажа. А окна, соответственно, уже смотрят на Руднева. И полноценный вид из этих окон открывается. А ширина балкона? У нас здесь балкон 6,6 квадратных метра. Соответственно, это еще одна полноценная комната, которую вы можете без лишнего утепления использовать 9 месяцев в году. В этой планировке я хотел бы подчеркнуть наличие крадовки, что очень важно для однокомнатной квартиры. Все очень оптимально и разумно. Комната у нас 17,6 квадратных метров, кухня 10,5. Соответственно, санузель в районе 4. Небольшой коридор здесь. И крадовка. И крадовка, да. С этой стороны у нас совмещенный санузел. Здесь место для открытого гардероба и здесь. И, соответственно, с этой стороны у нас кухня. Надежда, мы продолжаем сравнивать однокомнатные квартиры, которые вы выбрали для просмотра. И хочу обратить ваше внимание на эту квартиру. Здесь мы отказались от крадовки, но это площадь Паша теперь в площадь комнаты. Соответственно, у нас комната более вытянута и более расширена. Ну, вот наша кухня, о которой мы говорили. 9,5 квадратных метров. В этой части кухни у нас располагается гарнитур. Здесь обеденная зона и выход на балкон у нас в кухне. Форма балкона достаточно интересная и позволяет сделать там зону отдыха, либо меню офис. Приятно работать, приятно наблюдать в окно. И, я думаю, очень будет интересно вашему сыну. Последний этап – оформление ипотеки и покупка квартиры. Все это делается в одном месте, бегать по банкам не надо. В отделе продаж проходит консультация специалиста по ипотеке и подбор программы кредитования. Надежда, поздравляю вас с удачным выбором. Базовая стоимость выбранной вами квартиры составляет 6 миллионов. Нет, месяц назад я приобрела однокомнатную квартиру в жилом комплексе «Граф Орлов». Итого, с учетом скидок, стоимость составит 5 миллионов 520 тысяч. У нас на объекте аккредитованы три банка, это четыре банка. Это открытие, Транскапитал, Московский кредитный банк и Металлинвестбанк. Поздравляю вас, вы сделали правильный выбор. Спасибо вам, Максим. Приятно было с вами работать. Взаимно. Надеюсь, также приятно будет жить в этом прекрасном комплексе. Ура! Заявка в банке оформляется обычно очень быстро. После этого составляется договор о покупке квартиры. Все. Теперь мы ждем ключи и въезжаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова